Если вы, будучи индивидуальным предпринимателем, выбираете путь создания коммерческой организации, то автоматически вы бываете из категории ИП с той даты, когда зарегистрировали предприятие. Знайте, что все ваши права и обязанности, первичные учетные и иные документы индивидуального предпринимателя переходят на вашу же организацию. Регулироваться это будет в передаточном акте. Для применения упрощенной системы налогообложения со дня государственной регистрации организация должна в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации предоставить налоговый орган по месту постановки на учет уведомлений о переходе на упрощенную систему. При этом созданная организация обязана обеспечить сохранность в течение сроков, установленных законодательством, первичных учетных документов и иных документов предпринимателя, имеющих отношение к его финансово-хозяйственной деятельности и передаточного акта. И не позднее 30 календарных дней с даты государственной регистрации предоставить налоговый орган по месту постановки на учет в электронном виде копию передаточного акта. Один важный момент. Если вы зарегистрировали организацию в 2024 году, то применять упрощенную систему налогообложения вы можете только со дня регистрации и только если численность работников не превышает 50 человек, а также если вы не осуществляете виды деятельности, при которых упрощенка запрещена, и так вы стали фактически юрлицом, и у вас появились особенности исчисления налогов в переходный период. Так, организация не включает в налоговую базу налогоопреупрощенной системе стоимость товаров, работ услуг, имущественных прав и иных активов суммы денежных средств безвозмездно полученных организаций при переходе к ней прав и обязанностей предпринимателя, а также полученные суммы оплаты товаров, работ услуг, имущественных прав, относящиеся к деятельности предпринимателя, если по данной реализации предприниматель уже уплатил налог или налоговое обязательство предпринимателя подлежит исполнению коммерческой организации. Суммы денежных средств перечислены предпринимателю до перехода его прав и обязанностей к этой организации. И вот еще один нюанс. Получение вышеназванных сумм не лишает коммерческую организацию права на упрощенную систему налогообложения, независимо от запрета, в следующих случаях. Если до создания организации и перехода к ней прав и обязанностей предпринимателя была получена предоплата, товары, работы, услуги, имущественные права до этой даты не отгружены, не выполнены, не оказаны, не переданы, выручка от их реализации отражается организацией в налоговой базе налогоприусен на дату отгрузки товаров, выполненных работ, оказанных услуг, передачи имущественных прав, если такая дата приходится на год создания организации. В иных случаях, если сумма предоплаты не была возвращена, тогда она отражается на 31 декабря текущего календарного года, года создания организации. Учитывая все эти новшества, предоставить декларацию по налогу, которую уплачивает индивидуальный предприниматель, следует в срок не позднее даты предшествующей дате госрегистрации организации. Субтитры создавал DimaTorzok